Я решил сделать печку, в которой нужно два автомобильных диска старых жигулевских, кусок трубы, прямоугольный сварочный аппарат, болгарочка, ну и все собственно говоря, будем делать, выбирай зомби, это я рассказываю, чтобы убить зомби так, первое, первое что, Андрюша, Андрюша, не мешай, первое что нам нужно сделать, нам надо болгаркой вырезать вот эту перемычку в диске в одном, в одном остается, в одном смогу, сейчас попробую, если есть газорезка, можно газорезкой у кого есть, но у меня нет, у меня есть болгарка, вот это нужно вырезать и прямоугольную трубу перерезать на три части, это ножки будут, приступаем итак, у нас есть теперь три ножки, раз два три, один диск с вырезанной перемычкой и один остался с той перемычкой, который был теперь нужно верхний и нижний диск, вернее один поставить на другой, вот таким образом и сварить их между собой, сварочным аппаратом по этому шву, чтобы получилась вот такая емкость очень важно, чтобы вот эта перемычка, вот эта перемычка была вниз, выпуклостью, потому что там будут гореть дрова собственно, так, оп, складываем, складываем и, ой, а строжда, и свариваем, добре? не, 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 помощник, помощник так, я еще забыл сказать, не обязательно, но желательно, здесь будут гореть дрова, но здесь дырки хорошо, но они очень крупные туда могут выпадать дрова, правильно? да, вот, поэтому мы сюда можем положить только, мне вот такие, а вот такие? да, маленькие и я отсюда такую вырезал решеточку, которую просто сюда нужно произвольно положить, не очень точно и теперь вот, то что я сказал, сварить вот так их вместе эти два жигулевские, а это можно взять себе, поиграть итак, вот я сейчас сварил эти два жигулевских диска вместе конечно, качество сварки нельзя сказать, что это сварка у меня есть друг Володя, который живет в Москве и который профессиональный сварщик, он бы надо мной посмеялся, но скажем так, как-то я его соединил не очень эстетично, но ничего нам нужно приварить сюда вот эти три три ножки о которых мы ранее говорили вот три ножки поскольку здесь наклон не нужно выбирать, здесь есть естественные бортики и даже вот эти отверстия, они расположены так, что можно без разметки это делать, напротив вот скажем, этих трех отверстий вот таким образом нам нужно их приварить, приварить вот здесь нужно качественно, потому что печка не должна падать это нарушение будет техники безопасности, так что сейчас я приварю эти три ножки вот таким вот образом приваренные, осторожно там горячие приваренные приваренные, да ничего приваренные ножки, как улетающие тарелки так вот так о, сварщик вот так это выглядит да, классно все, тут будет стоять казан а тут ножки а вот здесь между двумя ножками надо сделать дверку для загрузки дров вот 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 такое вот такое уже есть такая летающая тарелка вот эта дверка, которую я вот такая это дверка для того, чтобы положить сюда дрова нужно ее покрасить да давай я покажу нет, здесь нужно еще сделать вырезы вот здесь, чтобы выходили газы здесь будет стоять пепел так, мы можем с тобой показывать да, Андрюш? все, вот это вот собственно вся печка уже готова вот эти вырезы, о которых я говорил и сколько, а ну считай раз мне сам давай раз, два, три, четыре ой один, два, три, четыре пять, шесть шесть и покрасить обжечь немножко, потому что она не, сначала покрасить нет, сначала мы разведем в ней костер и обожжем а завтра уже покрасим не трогай на горячую нет вот такое сюда печка первая же протопка этого устройства вчера с целью с целью с целью о, пришел самый главный так с целью обжечь эту всю краску которая тут была показала существенные недостатки этой конструкции в чем вот вываливается отсюда надо было ставить бортик вот здесь вырезать выше выше эту дверку для того, чтобы был бортик теперь ну поскольку уже ничего сделать нельзя такое я приварю вот две вот таких наверное полоски здесь чтобы они составляли такой бортик и кроме того в разогретом состоянии я поймал себя на мысли что я не могу переставить вот эту конструкцию если вдруг нужно поменялся ветер еще что-то поменялось и вот это я рассказываю тому, кто будет ее делать поэтому из этой же полосы металлической я здесь сделаю две ручки с одной стороны и с другой стороны для того, чтобы можно было взять тряпками или перчатками и переставить ее уже когда она в нагретом состоянии вот этим сейчас и займусь пока красить эту конструкцию как оказалось слишком рано то есть она еще требует доработки приварил я вот здесь эти две полоски вот в качестве уборчика сделал это изнутри изнутри сейчас покажу вот так для того, чтобы я еще не знаю не придется ли делать здесь дверку на петлях это будет не сложно потому что сам кусок этот фигурный такой он сохранился и если взять две петельки можно сделать дверку нужно будет не нужно не знаю так и сделал вот эти ручки такие приварил согнул однозначно правильно это потому что вот я сейчас переносил с места на место уже намного удобнее ну и теперь эту всю конструкцию я думаю не лишнее будет покрасить специальной термостойкой краской в черный цвет почему в черный потому что это логично если она будет немножко закапчиваться загрязняться то это не будет так бросаться в глаза хотя можно любой краской но краска должна быть термостойкая ей надо покрасить и потом обжечь ее как это делать ну сейчас придумаем как и было обещано значит после покраски эту летающую тарелку сейчас мы обжигаем и одновременно значит для казана чугунного надо его нагреть и потом протереть внутри подсолнечным маслом для чего-то ну вот так мы сделаем высыхает одновременно мы сделаем кстати говоря рекомендую тем кто приобретает казан подожди за тем кто приобретает казан рекомендую приобретать его не с крышкой а вот крышка сковородка вот такая вот она и крышка она и сковородка вот и тогда можно будет нанижать в общем сейчас и обжигается и нужно протереть маслом так рекомендует производитель ну по всем законам жанра если такая летающая тарелка сделана значит нужно ее не просто затопить а что-нибудь приготовить и мы сегодня готовим ну по идее надо было бы конечно плов плов ты хочешь плов ну плов плов ты любишь но для плова нет времени поэтому мы сегодня готовим картошку по-лубински кто не знает есть такой маленький город Лубны недалеко от Киева на Полтавщине и там придумали делать ну так и говорят картошку значит что мы делаем мы наливаем сюда примерно 200 грамм ольги подсолнечного масла ай по-русски зачем ольги все и теперь она должна разогреваться мы будем готовить немножко потому что на трех человек поэтому не очень много все пусть разгорается вот масло разогрелось оно даже вот так вот кипит уже значит и какая картошка нужна для картошки по-лубински картошка должна быть тщательно вымета в кожуре и разрезана ровно на 4 части вдоль на 4 части и вот эту картошку мы сюда в кипящее масло осторожно отойди андрюш отойди осторожно и бросай брать фотоаппарат круто сделал все вот таким вот образом и теперь просто во фритюре примерно 20-30 минут плохо снимать потому что ветер то туда то сюда ну вот я снимаю сейчас она вот такая подрумянилась уже это прошло у нас сейчас скажу сколько времени о всего тут 15 минут это прошло времени она вот когда ее ворочат она даже шелестит так уже подсушилась ну вот так это выглядит на промокательные бумаги всего это заняло удивительно но где-то 18 минут и после этого всего надо это посолить можно поперчить посолить поперчить не балуйся общий итог работы этого устройства которое я назвал условно летающая тарелка такой такой дверца вот дверца которой я говорил не нужна потому что все время приходится регулировать величину величину нагрева там подкладывать дрова или немножко убирать второй вывод очень аппарат экономичный потому что ну достаточно небольшой такой охапки вот таких вот веток из винограда я брал и уже все практически кипит быстро разогревается третий момент обязательно нужно сделать какое-то навесное устройство для того чтобы можно было поставить тарелку или положить инструмент для того чтобы доставать туда выкладывать вот а в целом аппарат себя оправдал дальнейшие скажем комментарии и какие-то моменты особенности я выложу во второй части третьей и так далее сколько их будет не знаю но пока я очень доволен этим творением всем рекомендую не знаю я не знаю Продолжение следует...